Ребятки, всем привет! Я сейчас пока что снимаю беременные влоги, то есть там очень много дней в одном влоге в этом будет, потому что на ежедневные пока я не могу себя настроить, чтобы каждый день снимать и монтировать, но я пока что выпускаю видео, которые снимала, пока не говорила вам о беременности. В общем, сегодня я сходила в консультацию, сдала кровь, 5 пробирок, господи! Но я справилась, все, приехала и Сережа уехал на работу, он все, мы сидел с утра. И я сейчас буду стараться поесть творог, потому что с утра я вообще этого делать не могу есть, в смысле. Но вот творог вроде как вчера мне хорошо зашел, и сейчас тоже попробую. Ну, тошнота это, конечно, знаете, у меня есть вот этот календарь беременности, типа беременность плюс называется, Сема тоже им пользовалась. И там-то пишут про каждую неделю, что на... у меня сейчас началась девятая неделя, да, то есть 8 ровных, ровно 8, и там пишут, что на девятой неделе будет снижаться токсикоз. Надеюсь. Но сильно не рассчитываю на это. Я могу есть, но только во второй половине дня, и то через силу, а вот с утра мне прям очень сложно себя заставить. Куку, что хочешь? Папа, палочки, а их нет. Мы сейчас с тобой будем продукты заказывать и купим, хорошо? Надо заказывать продукты и готовить что-то, потому что я так и не готовила. Сережа купил пельмени, и вчера Сема два раза ел пельмени. Ты хочешь творожок? Да. Попробуй. Не вкусно. Кислый творог. Короче, ладно, ребятки. Я записалась на второе УЗИ, даже уже на третье, но чтобы посмотреть после того, как гематомы обнаружили, уже 2-2 недели пройдет к тому времени. Я записалась на понедельник, мама приедет, посидит с Семой, и заодно я сделаю ЭКГ. Выписали направление, тоже женская консультация у нас тоже будет здесь. А, еще сегодня нужно позвонить стоматологу. Узнать, как стоматолог принимает. Потому что мне сказали, что он принимает беременных без записи по очереди, но нужно узнать, в какое время. Поэтому тоже надо позвонить. Столько всего надо, но у меня так лень. Надо поесть хотя бы, это первостепенно. Ребятки, у меня, кажется, следующий день. Вчера я снимала. Сегодня у меня просто какой-то праздник жизни. Видимо, ребенок, который внутри меня решил не устроить подарочек. И я сегодня практически не чувствую чувства... Не чувствую чувства? Тошноты. Единственное, что это было, как обычно, утром, когда я встала, меня так поташнивало. И, Сёмка, я покушала творога, там, совсем пару ложечек, чуть-чуть. И мне стало хорошо. Меня практически не тошнило. Так, только если запах какой-то почувствую. И я нормально поела в обед. И даже в дневной Сёмкин сон я не спала. Что ты ищешь? Трактор? Ну, вот здесь вот давай поищем. Это похоже на трактор? Нет. Вот тут мозаику, всё, мы соберем. Вот он. Да? Вот, и что ещё? Хорошо себя чувствую. В общем, не спала днём, просто лежала на кроватке, залипала в телефоне. Вот Сёмка проснулся, и мы сейчас с ним играем. Молодец! Классно, ты научился собирать, да? Давай ещё кого-нибудь соберём. Единственное, что я не знаю, выйдет завтра видео или нет, потому что я хотела снять видео про мои первые признаки беременности. Но так как я лежала, я этого не делала, сейчас всё у меня будет отвлекать, а она как-то неохота. Постараюсь завтра заснять, и, возможно, завтра вечером такое видео выйдет. И потом уже буду выпускать свои видео, которые по неделям беременности я свои ощущения рассказываю. Там каждую неделю новое видео на тему беременности. И уже, наверное, надеюсь, вернусь к влогу. У меня будет побольше сил, и я найду себе силы снимать и монтировать. Ребятки, всем привет! В этом влоге, наверное, не новое ещё. Что хочу сказать. Последние дня 2-3 мне было так хорошо, меня очень мало тошнило. Прямо, ну, раза 3-4 вот тошнота появляется и быстро проходит. Но сегодня, как только я хотела утром рассказать об этом, меня, в общем, накрыло. Снова состоялась встреча с любимым белым другом. И сейчас меня всё ещё тошнит. Я сейчас жую жвачку мятную. Это пока единственное, что хотя бы на время помогает. Допустим, когда в автобусе даже тоже еду, чтобы не тошнило, беру жвачку. И вот сейчас тоже взяла, потому что я жарю блинчики и немного подташнивает. Поесть я ещё не смогла после этого случая, который было утром. Ой, короче, я живу. И я даже немножечко радуюсь, потому что, ну, вероятнее всего, значит, с беременностью всё хорошо и прекрасно. Сейчас блинчик переверну и вернусь. Вот, и блин, что-то так затемняется из-за окна. Что я там говорила-то? Я забываю всё. В общем, я справляюсь. Сёмка тоже мне особо не заставляет каких-то проблем. В общем, всё у нас хорошо. Единственное, что он очень заботливый ребёнок и пытается меня чем-нибудь накормить. Ну, а я, естественно, не могу это есть, потому что меня тошнит. Короче, замкнутый круг, но ничего, мы справляемся. И если что, я не жалуюсь, я просто рассказываю вам о том, как есть. Вот, сегодня у Серёжи выходной, но он сегодня поехал в стоматологию. У него там некоторые проблемы с зубами, и он решил ими заняться, поэтому сейчас он будет, наверное, к стоматологам ездить. Вот, сегодня поехал на первый приём, посмотрит там фронт работ. И уже скажут, что там будут делать. В общем, человек занялся зубами, но он так боится, прям вообще. Серёжа очень боится стоматологов. Но сейчас прижало, и пришлось идти. У нас сегодня тепло, кажется, 8 градусов. Мы вышли погулять в парк. Но мы не по парку идём, а по дороге, потому что в парке снег тает, там такая каша, невозможно пройти. Вон Серёжа с Сёмкой бегут. А я взяла себе, наконец-таки, кофе. И я его не могла пить. Не потому что, типа, я считаю, что в беременность там нельзя пить и так далее, а потому что у меня просто от него... Бах! Это кто тут? Потому что меня от него тошнило. Точнее, от одной мысли о кофе мне становилось плохо. И вот мы сейчас, Серёжа, дошли до нормального такого места, где нормальный кофе делал, который мне нравится. Они не из дешёвой кофемашинки. И вот я его сейчас купила, пью, и вроде... Дорывально. Кто врезается? Кто аварию создаёт? В коляску ты врезался? Короче, наслаждаюсь. И к вечеру вроде подотпустила ещё на свежем воздухе. В общем, чувствую себя хорошо. Ребятки, мы добрались до дома. И сейчас вам покажу покупочки. Мы зашли в детский магазин. Сёмке купить игрушек. У него скоро день рождения, 12 апреля. И когда я была в деревне, мои бабушка с дедушкой подарили денежку, чтобы мы купили что-то Сёме. Но мы вышли за пределы этой суммы, на самом деле. И первое, что мы купили, это вот такие вот кубики. Их было 24 в наборе. Мы уже их распаковали. Они вот так между собой там соединяются, башни строят. Вот, в общем, Сёмка пока что оценил, уже немножечко поиграл. И сейчас покажу, какие мы ещё купили игрушки для него. Так. Первое, это вот такие вот домино. Не знаю, Сёме зайдёт или нет в него играть. Но думаю, ему будет интересно, потому что там картинки соединять. Ой, вот, картинки соединять, да. Вместе. Думаю, вы понимаете. Взяла вот такие вот пазлы. Сёма научился собирать пазлы из двух штук. Вот не так давно прям. Он раньше находил пары, но не мог их соединить. А сейчас у него вроде как получается. И взяла вот такие вот. И ещё одно лото у нас есть уже, но ещё такое вот взяла. Здесь вроде как пластиковые карточки. И они не должны портиться. Просто наши, я их ламинировала скотчем. И они, конечно, не совсем растрепались. Но всё же. Но это мы уже завтра всё откроем с ним. Так, следующее. Это уже другое. Посылки на Азону я заказывала. Это вот такая вот творческая тетрадка. И знаю, можно найти в интернете кучу пособий. Там распечатывать какие-то игры. Играть там с ребёнком. Развивашки там вырезать, красить, лепить. Но у нас нет принтера. И плюс я пока не особо хочу заморачиваться на эту тему. Поэтому я купила готовую... Ой, в глаз тебе. Готовую такую тетрадочку. Сколько здесь страниц? 36 занятий. От одного года до двух лет. Я думаю, мы сёмкой разберёмся. Так посмотрела, что там есть. Но это тоже уже с вами завтра. Или когда будем играть, распакуем. Я с вами тоже поделюсь. И следующее. Это я взяла таблетки для посудомойки. Взяла пока Синергетик. Много кто про него писал. И вот они вроде тоже уже в оболочке, которая водорастворимая. Потому что что-то меня подбешивает вот эту этикетку снимать. У меня сейчас финиш, по-моему. Да, финиш. Они меня устраивают. Но они в плёнке. Поэтому решила, что попробую вот такие вот. Так. С этими посылками всё. И следующее это посылка с Алиэкспрессом. Сейчас распечатаем. Эту всё, надеюсь, подойдёт сейчас. Потому что у нас уже теплеет. И в принципе можно из комбеза перелазить. Оу, блин, походу огромный. Мне кажется, я заказала май. Ладно, сейчас покажу вам. Это комплект штанишки. И вот тут рукава. Ой, рукава. Карманчики. Они такие с ночёчком небольшим. Я взяла сёми размер 100. Но, походу, там в комментариях писали то, что они вроде как маломерят. Не знаю. Блин, походу, будет большой. И он только осенью дорастёт. Ну ладно, всё равно дорастёт. Это не маленький, это уже хорошо. И с этими размерами с сёминами постоянно не знаю, как заказать. И вот такая вот толстовка. Тоже утеплённая. Ещё я заказала ему безрукавку. И я думала это всё в комплекте носить. Но не знаю, дорастёт он или нет за месяц. Ну да, в принципе, даже и летом в холодную погоду можно одевать будет. Ну ладно, это мы тоже завтра померяем с ним. Потому что сегодня уже скоро спать пойдём. И вроде как всё. Да? Больше ничего мы не купили. Ну продукты. Ну там ничего интересного. Сёмку уложим. И тоже лягу. Сейчас надо заставить себя сходить в душ. Потому что мне, если честно, лень. Если раньше я каждый день залазила в душ, когда Сёма укладывала, там расслабиться, постоять, погреться. Если голову не каждый день мыла, то в душ ополоснуться точно каждый день. Но сейчас мне прям лень. И я прям жду с нетерпением, по-коррочкам, как пойду мыть голову. Ну да, ладно. Надеюсь, нам сёмкой будет весело. Откроем завтра какую-нибудь игру. Завтра я хочу вот эту книжечку открыть. Потому что мне очень интересно, что там я видела, конечно, странички, но не все. Хотя давайте пока у меня есть время. Может, с вами так откроем, посмотрим. Что мы будем заниматься тоже. Порисуем. Порисуем, покажу вам. Просто смотрю здесь. Рисование, лепка и аппликации. А, ну здесь по отдельности страничка. Ммм, понятно. Здесь папка, и в ней отдельно выложены странички. Что у нас тут? Ну тут вот такое вот. Видите, и здесь написано задание. Вам понадобится пластилин разных цветов. И что делать? Отщипывайте вместе с малышом кусочки пластилина разных цветов и прикрепляйте их на лист. Вот видите, типа зёрнышки какие-то. Тут даже есть картинка, как должна аппликация выглядеть. Так что у вас не фокусируется. А вот, сфокусировалась. Ну, думаю, нам зайдёт. Всё мне интересно. Потом порисовать, потворить что-нибудь. Ну, хорошо, что уже всё готово, распечатанное. Хотя, по идее, верно, если есть принтер, то выгоднее самим печатать. Ну, у моих родителей он есть, но он чёрно-белый. Так бы они, конечно, нам его отдали. Но он не цветной. Тут тоже пластилин, тут тоже пластилин. Ну-ка. В смысле, цветы из бумаги где взять? Такие есть. Просто задание, что нужно вырезать. Цветы из бумаги они где? Надо разбираться. Назадь, может быть. Я тоже ничего не присоединяю. А, вот. Да, тут заготовки для аппликации. Они в конце лежат. Ну, тут, может быть, даже и поучимся Сёма вырезать, потому что у нас есть ножницы, я купила, но ему пока не очень понятно. И не совсем интересно вырезать. Ему интересно, как вот ими делать, и всё. А пока что вырезать мы не учимся. Ладно. Пойду всё убирать и включусь уже завтра. Мы с Сёмой открыли сегодня лото вот такое вот. И здесь были вот эти вот пластиковые, как они называются, фишки, наверное, да? И там было в наборе два листа наклеек. Их нужно было самим разрезать и самим приклеить. Я думала, что уже здесь нарисовано сразу же на пластике. Но оказалось, что это не так. Вот я сейчас сидела, клеила. Правда, кривовато. Потому что Сёма торопила. И Сёма тут уже чуть-чуть пособирала. Кубики он свои новые достал, тоже ими играет. Короче, у нас тут день обновочек. Сейчас ему ещё навалберись, и нам должна новая игра прийти. Кто это? Ящерица? И здесь, получается, вот такие... Ты зачем её кусаешь? Вот такие тонкие карточки. Я не знаю, наверное, их как-нибудь поплотнее сделать. Картонку приклеить и тоже скотчем сделать. Потому что ламинатора нет. Думаю, скотч у нас пищёт. Что она у тебя делает? Ползает? А она кусается? Кусается? Больно? Ну-ка, покажи, как она кусается. Ну-ка, давай маму пусть укусит. Кусай, маму. Укусила? Да? Вот так? Кусь-кусь-кусь-кусь-кусь. Кусь-кусь-кусь-кусь. Ящерица сына. Надо выбирать этот бардак. Ребятки, я сейчас была в душе. Вчера вечером всё-таки я не пошла. Уложили Сёмку, и я тоже пошла спать. Сейчас время ещё только-только доходит 11. Но Серёжа ещё спит, а Сёма уже спит. Потому что он сегодня проснулся с таким ужасным настроением. Он плохо спал ночью. Он проснулся в 5 утра в итоге. Встали мы чуть позже, ещё удалось полежать. Но он супер капризный. Он из-за всего капризничает просто. И я спросила его, хочет ли он спать. Он где-то пол-одиннадцатого, наверное, было. И он сказал, что да. И в итоге пошли, и он лёг спать. Я не знаю, меня пока я была в душе, опять начинает накрывать. И не знаю, либо мне попробовать что-то перекусить и лечь. Или мне перекусить и демонтировать видео. Потому что я хотела ещё демонтировать эти недельки, чтобы уже выровнялось. И видео там каждую неделю в неделю. В общем, я хотела сейчас пока с отставанием, естественно. Но, походу, я не смогу. Блин. Просто чувствую, как вот это всё здесь давит. И прям... До того, как я залезла в душ, было всё более-менее нормально. Ладно, попробую сейчас что-нибудь перекусить. И, наверное, лягу с пацанами полежу. Ребятки, я сейчас поспала. Сёмка тоже проснулся. В итоге мы встали в два. Получается, Сёма, что? Почти четыре часа приспал, наверное. Дневной сон. Просто ещё ночные эти часы, которые плохо спал. Короче, надеюсь, что сегодня будут нормально ночью спать. И я зашла сегодня в комментарии под видео про шестую, кажется, неделю беременности. И, знаете, я немножечко удивилась. Но понятно, что я понимала, да, уже выпуская там видео про пятую неделю, что там уже четыре видео про беременность. И, скорее всего, не всем интересно будет смотреть. Но, кажется, я даже это говорила во влоге. Либо я писала в Телеграме. В общем, сейчас я выпускала, и выпускаю, наверное, ещё пару видео будет, те видео, которые я сняла раньше. Так как я в эту беременность решила записывать каждую неделю видеоотчёт для того, чтобы и новым зрителям было интересно смотреть, как проходит беременность. Девочкам, которые первый раз беременны тоже, чтобы они понимали, что их примерно ждёт. Ну, в общем, не только для тех людей, которые на меня уже давно подписаны, и которые уже имеют детей. Но это ладно. Я нормально воспринимаю такие комментарии, которые написали, что было бы интересно смотреть и обычную жизнь. Я вот снимаю в этом влоге, да, как проходят наши будни. И я ответила то, что мне пока что тяжело снимать каждый день, монтировать каждый день, потому что я просыпаюсь. Я даже не знаю, как пройдёт сегодня мой день. Меня будет рвать? Мне будет хорошо и прекрасно? Или как? Просто если бы у меня было плохое состояние, да, и я бы записывала вам видео без ребёнка, если бы у меня не было сына, то, скорее всего, я бы как-то могла там выкроить время для того, чтобы записать это видео, смонтировать, оформить и так далее. Но так как у меня есть маленький человек, меня хватает на то, чтобы существовать с токсикозом, на то, чтобы ухаживать за ребёнком, на то, чтобы с ним играть, гулять. Я это всё делаю. Я просто была в шоке от комментариев, который написал, что... Что-то по... Грязные ручки у тебя? А зачем ты их замарал? Я была в шоке от комментариев, которые написали то, что Сёма отодвинулся на второй план. Как? Как можно ребёнка отодвинуть на второй план, который... Который ребёнок постоянно с тобой, целый день? Всё, ну как можно? Скажи, мама с тобой не играет? Вот, видите, камеру забирает. Это хулина. В общем, у меня такие комментарии именно, что я там зациклилась только на беременности, и то, что я забила на своего ребёнка, ну как бы, конечно, немножечко оберчили. Я была в шоке. Вот видите, что делает? У тебя всё-таки капризы не закончились, да, после сна? Давай я тебе дам штатив. Без камеры. Да? На. Пойдёт? У-у-у-у. Я наоборот, когда узнала про беременность, я начала очень много Сёма играть, потому что мне приходится им периодически... Дай, надо говорить. Периодически приходится включать мультики, он их смотрит немного больше, чем раньше. Поэтому я компенсирую занятиями и играми. И гулять мы тоже ходим, как и обычно. Да, Сём? Короче, не знаю. Мне было крайне неприятно читать о том, что я отодвинула своего ребёнка на второй план. Это невозможно просто физически. Как вы себе это представляете? И я целый день одна дома с ребёнком, просто лежу, а он сам по себе занимается. Ну, нет, это невозможно. В общем, сейчас вернутся влоги. Я надеюсь, что всё-таки меня подотпускают, потому что сегодня ещё более-менее нормально. Будем загружать. Но те видео, которые про седьмую, про восьмую, про девятую неделю беременности, они будут выходить, но, скорее всего, на следующей неделе уже параллельно с обычными влогами, потому что я их тоже хочу выпустить, так как у меня есть план записать в видео дневник беременности плейлистом, чтобы про каждую неделю можно было посмотреть, послушать. Туда складывать? Короче, вот такие дела. Ну, и как вариант, можно не смотреть видео про беременность. И как я, если я снимаю свои даже ежедневные будни, как я могу не сказать о том, что мне сегодня плохо, и я там себя плохо чувствую, и меня тошнит. Ну, просто я не знаю, тогда мне нечего было снимать, потому что сейчас моя жизнь немножечко изменилась, и я не могу просто радостно говорить о том, как я занимаюсь домашними делами, и беззаботно бегаю с ребенком и играю. Ну, как же. Мне больше нечего сказать. Ребятки, мы с Семкой на улице, Сережа остался дома, он сегодня готовит, и я не знаю, сколько мы погуляем, но, скорее всего, он не успеет приготовить, потому что сегодня ветер. Камешек поднял? Да. Здорово. Вот. Но он остался на готовке. Мы пошли, вышли только, вынесли мусор, нужно на Валберри зайти, ну, сейчас во дворе еще погуляем. Короче, я не могу готовить, потому что могу, но через силу, но так как дома есть Сережа, то я решила, что я сегодня не буду этим заниматься. Врежешься сейчас? Сема, врежешься? Наклоняйся? Я Семе сегодня одела сапоги, ага, и разрешила ему в лужу зайти. Вон лужа, пойдешь? Ну. Пойдем. Он с радостью хочет поскакать по лужам. Вон, видишь? Не только эта маленькая, но все равно. Ну. Вот топай, вот сюда вот заходи. Видишь? Можно в этих сапогах. О, господи. Весело тебе? Ребенку весело. Демка тут лазит, камешки собирает. У нас вот здесь так, ну, типа лавочка, какой-то подиум, не знаю, как это сказать. И Сема здесь находит камешки. Сделано, чтобы грязи не было. И скидывает их вот сюда. Смотрите, как залазит, а? Освоился ребенок. А то раньше он так не хотел гулять, сейчас снег растаял, есть где, куда зайти. И, о, божечки, сына. Как нам это убрать? Сначала он искал просто большие камни, а теперь, видимо, он остался искать все. Все, может, будешь только большие искать? Тут же есть большие камешки. А? Поищешь большие? Маленькие не надо. Здесь, видишь, мусор теперь будет. Надо убирать. Ищи большие. Нет? Придется все это сметать вручную, да? Мы с Семкой уже дома, забрали вот такую вот игру. Сейчас откроем. Посмотрим. Должно быть интересно. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Давай вот это отпускаем. Ой, не могу достать. смотри, личико. Давай распакуем. Сейчас посмотрим, что там. Так, неудобно одной рукой. Нам было что-то делать здесь. Так. Да. Видишь, какая здесь доска? Так, доска. Здесь всякие прически, глазки. Это все на магнитах. Сюда клеится. Ой. Да. Только пахнет не очень приятненько. А где у нас держатели? Должны быть здесь, да? Вот. Они, наверное. Сейчас, Семочка, распакуем. Сейчас мама сюда встанет и распакуем. Вот сюда надо их. Вот эти. Все. Подожди, смотри, видишь, какие глазки у тети? В очках. Вот эти вот подходят. Да? Вот такие вот. Бери вот эти, смотри, вот эти берем и клеим сюда, как глазки у тети. Надо найти дальше носик, сережки и ротик. Поищем. Ну-ка, что у нас тут? Ну, в общем, надо разбираться, да, Сема? Ну, так-то интересная игра, мне кажется, Сема, да, через пару денечков все поймет. Мне просто неудобно искать с другой стороны. Да, Сема? Делать, как у тети ротик на этой картинке. Какой? Вот, смотри, такой подходит? Сема, такой ротик подходит? Да. Да? Его нужно вот сюда клеить, где ротик у нас, да? И у тети здесь. А теперь надо найти нос. Видел, какой у нее большой нос? Ну-ка, посмотрим. Сколько здесь всяких деталек, на самом деле, очень интересно так-то искать. Сережки нашел, надо их вот сюда на ушки клеить. Давай, клей на ушки, сережки. Угу. Так, молодец. Надо вот так вот поправить вниз. Смотри, мы как на картинке нашли, Сем. Сыны, смотри. Понятно. В общем, ребенок занят. Перебирает. Ну, сейчас будем учиться с ним собирать. Тут еще с обратной стороны есть, ну, вот на этой главной игровом поле. С другой стороны, еще есть вот такая доска, можно рисовать. И маркер тоже был. Так что, Сем, мне это понравилось больше. Да? Главное на пол не заходить. Да? Рисуй на доске. Здравствуйте, не на ножках, на доске. У нас день подходит к концу. Сейчас уже Сережа пойдет Сему укладывать. Я домонтирую этот влог большой за неделю. Даже больше, походу. Я не знаю, что, в какой день снималась. Просто все, что она снимала, сделала в одно видео. И так выпущу. Не знаю, как скоро вернуться влоги ежедневные. Возможно, с этой недели они уже пойдут нормально. Но возможно, что нет. Ничего обещать не буду. Но видео про беременность, которые я снимала и снимаю ежедневно, ежедневно, еженедельные. Они обязательно выйдут. Поэтому кто не хочет смотреть, то не смотрите. Кто хочет смотреть, то обязательно посмотрите, поставьте лайк. и, наверное, на этом все. Хотя нет, завтра мама моя приедет днем сидеть с Семкой, а я завтра поеду на УЗИ контрольное будет. Будем смотреть по гематоме по этой. И я очень надеюсь, что они чудесным образом исчезнут. И все хорошо, чтобы уже не переживать об этом, потому что я все равно стараюсь ничего практически по дому не делать, особо тяжело, там запустить пылесосы, загрузить посудомойку и стиралку, и все. Я нормально пол не мыла уже сколько? Недели две, наверное, даже больше с того момента, как начался токсикоз. Короче, я хочу уже позаниматься домашними делами. Вы бы знали, как мне хочется вымыть окна во всей квартире, потому что сейчас уже тепло, открываешь окно и такая свежесть, но окна грязные. И мне хотелось бы их перемыть, но пока я себя очень сильно в берегу и посмотрим, что завтра скажут на УЗИ. Кто это там? Сейчас будет брег. Ой, надо стопор на ручку сделать, потому что у нас Сема открывается всей силой. А здравствуйте, молодой человек, а что это вы тут бегаете по нашей кровати? Еще и с голой попой. И вот так каждый вечер Сема Сема обгоняет по кровати. Да? Жопка. Тихо, 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 упадешь. В общем, прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Пожелать мне удачи на УЗИ. И Сем, пойдешь пока-пока говорить. Иди сюда, помаши пока-пока. Иди в камеру помаши. Помаши, пока-пока. Да, все, всем пока-пока. Мама. Мама там? Мама. И все. Мама и Момо. Ладно, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok